Сегодня у нас 640 выпуск открытой политики и обзор событий за минувшую неделю. Как известно, Радий Хабиров и существенная часть его команды практически всю минувшую неделю просидели в Москве, якобы посещая транспортный форум России. Там была какая-то транспортная неделя, форум и прочее, прочее, прочее. Так вот, то, что нам донеслось из Москвы, как результаты этой поездки, конечно, не может не вызывать ни удивления, ни тревоги. Ну, Хабиров начнем с того, что в 500-й раз перечислил все недостроенные дороги и объекты инфраструктуры в Башкирии, назвав это нашими планами на будущее. Ну, вот меня, честно говоря, это слегка озадачило. То есть давно уже пора было закончить, а он считает, что это наши планы на будущее. Ну, как причем преподносится это как какое-то вообще такое существенное и очень даже серьезное планирование. С руководителями отрасли и вообще страны Хабирову в этот раз не удалось настроить хоть какого-то диалога. Марат Хуснулин его, по сути, проигнорировал, а это вице-премьер федерального правительства, который курирует дорожное и гражданское строительство. Да и с Мишустином тоже, как говорится, не задалось. Но Ради Фаритович, впрочем, не унывает. Он теперь пробивает новый мегапроект, а именно строительство моста из Черниковки в Затон. Денег, понятное дело, у Ради Фаритовича нет. Они, наверное, ушли на штрафы ГИБДД или еще куда-то. Но он хитер не по годам. Теперь предлагает кому-нибудь поучаствовать в строительстве вот этого моста в качестве концессионера. Ну, это так вот по модели того самого Восточного выезда. Кто-нибудь, у кого есть большой мешок с деньгами, потратит этот мешок и мы задолжаем на многие десятилетия вперед вот этому кому-нибудь. Ну, никакого сомнения нет в том, что все коэффициенты инфляции и прочее, и прочее в этом долге, безусловно, учитываются. Кроме всего прочего, объект становится платным, ну, как Восточный выезд. То есть мы платим за Восточный выезд и мы платим концессионеру многие десятилетия потом из бюджета, то есть из наших налогов. Вот такая вот остроумная схема у Ради Фаридовича возникла. Кроме всего прочего, необходимость вот этого моста из Черниковки в Затон очевидным образом подвергается сомнению всеми экспертами по транспорту и логистике. Дело в том, что если будет этот мост построен, то он упрется в никуда, по сути. И какое количество горожан будет ездить по этому мосту, совершенно непонятно. То есть это очень, на самом деле, не первостепенный объект, который надо бы возводить в Уфе. Но Хабирову кажется, что это очень что-то такое подходящее и необходимое. Он сейчас прямо с жаром агитирует, например, ВТБ, чтобы те потратились на этот мост. И мы теперь будем должны потом погруб жизни из нашего бюджета. Хабиров рано или поздно уйдет, а мы все будем платить и платить за эти восточные выезды. И, возможно, за вот этот мост из Черниковки в Затон. Но есть для Ради Фаридовича и печальные новости в области транспорта. Прокуратура все-таки возбудила дело о незаконном продлении реконструкции многострадальной улицы Пугачева. Надзорный орган требует признать незаконным продление сроков строительства. Напомню, что вообще-то эта Пугачевка должна была быть закончена аж в 2023 году. Кроме всего прочего, прокуратура требует и возврата дополнительных платежей, которые получили те компании, строительные организации, которые занимались строительством вот этого объекта. В частности, речь идет о Башкиров-Тадоре и управлении по строительству и ремонту дорог Республики Башкортостан. Прокуратура полагает и предполагает, что эти дополнительные суммы, а суммы там гигантские, были получены незаконно. В общем, 18 декабря начнется первое заседание суда по этому вопросу. Будем внимательно наблюдать, потому что у Ради Фаридовича у него уже как не мегапроект, так сразу уголовное дело. Итого и гляди, кто-то из его близких и подчиненных опять загремит за решетку. За вот этот вот проект реконструкции улицы Пугачева. Будем наблюдать, как говорится. Сейчас всем россиянам нелегко. Проклятая Америка то масло поднимет в цене, то бензин еженедельно поднимает в цене. Ну и вообще, конечно, много у нас тревог и забот. Но мы не унываем. Мы очень благодарны тем, кто ценит работу нашего канала и считает ее полезной и важной. И помогает нам материально. Каждый ваш рубль очень ценен для нас. И мы благодарны за каждый ваш рубль в отдельности. Помогать материально нашему каналу очень несложно. Сейчас на экране вы видите сберкарту, на которую вы можете перевести любую посильную для вас сумму. Либо вы можете оформить платную подписку на платформе Boosty и будете помогать нашему каналу регулярно. Заранее большое вам спасибо. Кстати, о штрафах ГИБДД. Автомобиль Хабирова опять поставил рекорд по презрению к правилам дорожного движения. И в частности к скоростному режиму. Только за один день, 29 октября, как говорят видеофотоотчеты, его Мерседес насобирал штрафов аж на 14 тысяч рублей. Ну и естественно снова вопрос. Ну кто же заплатит эти деньги? Водитель что ли? Ну что-то в это очень слабо верится. Потому что если хотя бы раз в неделю Мерседес Хабирова ездит вот в таком режиме, то водитель за год должен будет заплатить почти миллион рублей. А ездит он с такой скоростью точно не раз в неделю. Соответственно сумма там действительно астрономическая. Кто платит эти деньги или не платит? Разве так можно? Ну и естественно есть еще вопрос не столько денежный, сколько нравственный. Ну сохранил ли Хабиров за собой право нам назидать по поводу того, что мы все, все республики, все водители должны соблюдать правила дорожного движения, не пить за рулем, вести себя хорошо и чистить зубы перед сном, тогда как сам Хабиров и его автомобиль являются непосредственной угрозой не только для пассажиров и водителя, но и для окружающих. Потому что судя по всему урок вот этой смертельной аварии министра Рахматулина, водитель которого убил, как выяснило следствие, человека на дороге вот этим автомобилем, в котором сидел министр, и который несся как угорелый, значит, выезжая на встречную полосу, так вот, тогда водитель и автомобиль министра убили человека. Но, видимо, это ничему не учит. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк нашему видео, если оно вам понравилось и кажется полезным. Комментируйте, если у вас есть вопросы или предложения. И, конечно же, подпишитесь на наш канал и подпишитесь всех своих знакомых. В комментариях к предыдущему недельному обзору меня очень упрекали, что я уделяю внимание только Уфе, разговариваю про уфимские проблемы, а про все остальные города я забыл и не упоминаю. Ну, я попытаюсь исправить эту, может быть, ошибку. И тут как раз получилась такая интересная история с течением обстоятельств. Мы совсем недавно вспоминали про вот эту билибеевскую историю и про нефтешлам в Билибее, о том, как в далеком 2018 году наш канал занимался этим вопросом. И как мы на самом деле все-таки успешно справились с этой проблемой, естественно, сообща с жителями города Билибее. Тогда там было совершенно кошмарное нарушение всего экологического законодательства. И вот эта свалка нефтешлама пугала жителей Билибее. И вот надо же, какое совпадение. Теперь мы получаем информацию в наших социальных сетях о том, что жители Старой Туймазы, село Старой Туймазы, бьют тревогу. На окраине их села, буквально за околицей, за год выросла почти пирамида Хеопса, значит, сложенная из вот этого нефтешлама. Вот этот нефтешлам, который они в течение года завезли. Представляете, вот год тому назад здесь еще не было, вот здесь, как говорится, гора появилась. Вот земля, грунт, который они перемешивают и развозят по стране. Этот нефтешлам как бы перерабатывает ООО САНЕКО. Вот так называется это предприятие. И появлению горы вот этого нефтешлама, из зловонных, собственно, вот этих масс, предшествовало некие публичные слушания, когда часть земель, прилегающих к населенному пункту, перевели из назначения сельхозземли в назначение земли промышленных предприятий. Тогда на том этапе было непонятно, что там будет происходить. И тут появляется вот эта замечательная ложка, которая начинает там возводить вот этот гигантский террикон из нефтешлама. Нефтешлам, на минуточку, это продукты отхода нефтедобычи. Это смесь нефтепродуктов, грунта, всевозможных химикатов, которые используются при добыче нефти, то есть там всякие жидкости закачиваются и прочее, и вся вот эта вот грязь, смесь, вот это есть нефтешлам. В составе нефтешлама есть еще и большая часть грунта. Так вот, когда вот эта вот гора начала специфически пахнуть на все старые туймазы, люди заволновались и стали выяснять, писать письма во всевозможные инстанции и даже пикетировать этот объект. Ну, что в итоге? Напоминаю, прошел год. Прокуратура, Следственный комитет, Росприроднадзор очень важно покивали головой, сделали очень важное лицо и даже, по слухам, возбудили какое-то уголовное дело, хотя это не точно. Проходит год, на самом деле ничего не происходит. Вот это ООО САНЭКО продолжает перемешивать нефтешлам с грунтом и обещает все это когда-нибудь куда-нибудь увезти, но посмотрите на эти кадры. Как вообще это возможно? Куда-нибудь переместить такую гигантскую массу нефтешлама и грунта? Ну, по моему опыту, еще тогда Белебеевским нашим исследованиям, я пришел к выводу, что вообще, в принципе, вот эта вся история с нефтешламом, она работает по одной определенной схеме. Я не утверждаю пока, что именно по этой схеме работает вот это замечательное ООО САНЭКО, но я расскажу, как это бывает в некоторых случаях. Нефтеперерабатывающая компания, у нее есть необходимость утилизировать этот нефтешлам. Нефтешлам это ядовитые отходы по классификации. И нефтяная компания нанимает какую-нибудь другую фирму, чтобы утилизировать вот этот нефтешлам. Существуют нормы, порядок утилизации, и более того, нефтяная компания обязана просто это все сделать. За утилизацию платятся гигантские деньги. На самом деле, внутри вот этого, казалось бы, грязного бизнеса очень большие деньги крутятся. При этом нефтяников в конечном итоге не волнует, что дальше происходит с нефтешламом. Единственное, что в договоре они, конечно же, прописывают, что вот эта компания, которая подрядчик и получает вот эти гигантские деньги, не знаю уж, как они их там делят, эта компания берет на себя ответственность за вот этот нефтешлам. За его переработку согласно законодательству. Все, заплатили, увезли, забыли. Вот так это позиция нефтяной компании. Она свое дело сделала. А вот те, кто этот нефтешлам увезли, у них сразу же, как говорится, возникает масса вопросов. Вообще, утилизация нефтешлама, это, ну если по науке, по правилам делать, это очень дорогой процесс. Самыми эффективными способами признано сжигание, фильтрация с последующим разделением на фракции и использованием их, и термодесорбция. Вот есть три основных технологии переработки нефтяного шлама. Все эти технологии очень энергоемкие и очень дорогие. Потому у дельцов, у некоторых дельцов, пока не будем показывать пальцем, появляется, естественно, соблазн где-нибудь всю эту зловонную грязь аккуратно прикопать подальше и забыть про нее, ничего с ней не делая, не сжигая, не разделяя на фракции, не подвергая вот этим сложным химическим процессам. Ну, зачастую именно так и происходит. Об этом есть масса примеров. Это и Оренбургская область, и Пермский край, и Тюмень, и, собственно, в Башкирии тоже такое происходило. В итоге, что имеем? Когда эту всю нефтегрязь прикопали где-то в большом количестве, происходит отравление нефтепродуктами почвы, нефтепродукты проникают в источники питьевой воды и, соответственно, попадают в организмы людей и животных, вымирает рыба, страдает природа, то есть это реальный кошмар. То есть если долго и методично хранить вот это вот все зловонное добро под открытым небом или, например, просто на землю сваливать. Я пока не утверждаю, что именно этим занимается ООО Санека. Нам пока недостаточно данных, и мы обязательно в этот вопрос погрузимся. Но я рассказываю, как это иногда бывает. Надо разобраться и обязательно пообщаться с разными сторонами этого вопроса, в том числе мы планируем пообщаться и с природоохранными организациями. Однако, на мой взгляд, жители Старых Туймазов бьют тревогу совершенно не напрасно. Особенно, конечно же, жители Старых Туймазов волнует и беспокоит та неспешность, с которой реагируют на эту, на мой взгляд, катастрофическую ситуацию правоохранительные органы и надзорные органы. Как-то у них все очень ни шатка, ни валка. Ну, впрочем, Старые Туймазинцы, они не останавливаются, они не только пикетируют этот объект, но еще и пишут письма в Москву. В частности, уже обратились к Путину, обратились к Бастрыкину и так далее. Правда, Путин пока им не ответил ничего, видимо, сильно занят другими вопросами. Тем временем стало известно, что вот это ООО Санека расширяет географию своего бизнеса и планирует создать аналогичную площадку. Правда, под эгидой другого предприятия, немножко по-другому называющегося, уже в Янаульском районе, около села Карманово. Примерно такую же, видимо, практику они там планируют. И там есть такая небольшая игра ОООшечек, то есть это уже не ООО Санека, это уже ООО Новет. Такое вот тоже корявое название. Ну, хотя, собственно, какая разница, как это называется. Главное, что вполне вероятно возникнет опять такой же террикон вот этого нефтешлама. В своих обращениях правоохранительные и надзорные органы, жители старых Туймазов, даже указывают на конкретные нарушения, которые зафиксированы. Например, площадки хранения нефтешлама не забетонированы, так как они должны быть забетонированы по закону. И, соответственно, вот эта вот огромная масса, она выжимает вот этот вот все нефтепродукты жидкие своим собственным весом, и они неизбежно попадают в грунт. То есть вот это уже зафиксировано. И почему-то не волнует правоохранительные органы района. Почему-то не приостанавливается действие вот этой компании. То есть вот это большой вопрос. В целом, я повторюсь, на сегодня я не даю правовой оценке действиям вот этих вот ООО, но необходимо глубже ознакомиться и с документацией, и с фактической стороны вопроса. Однако, очевидно, что существует серьезная тревога у жителей Старых Туймазов и окрестных населенных пунктов. Я полагаю, что такая же тревога возникнет и у жителей Янаульского района в связи с расширением вот этого всего хозяйства. И меня удивляется, каким безразличием к этому относятся районные власти. То есть я напоминаю, что экологический протест в России, он такой очень неспокойный на самом деле. Давайте вспомним там Куштау и еще многие вещи, да? И кадровый состав администрации районов под воздействием вот этого экологического протеста меняется очень быстро. Ну, можно напомнить об этом главам районов, где происходят вот эти вот безобразия. На мой взгляд, они сейчас должны самым внимательным образом подойти вот к этим вопросам с этими странными предприятиями. Давненько мы не обращали внимания на наш федеральный парламент, на Государственную Думу, на ее работу. А Государственная Дума и не думала даже прекращать эту работу. День и ночь на благо жителей России трудятся депутаты Государственной Думы. Только за минувшую неделю Госдума буквально выстрелила целый залп законов, законопроектов, инициатив, да и просто мудрых мыслей, и вот вам небольшая подборка из того, что наши законотворцы делали на минувшей неделе. Например, депутаты выяснили, что россияне обладают слишком большим объемом криптовалют. Это, конечно, не могло оставить равнодушными депутатам Государственной Думы. И они придумали, что теперь при продаже криптовалют будут взимать с россиян от 13 до 15 процентов суммы. Средства эти, конечно же, пойдут на улучшение нашей жизни, хотя, казалось бы, куда уж там лучше. А еще депутаты Государственной Думы выявили одну ужасающую особенность. Оказывается, лифты в многоквартирных домах имеют свойство ломаться. Их кто-то должен ремонтировать. Представляете, какое неожиданное открытие сделали депутаты. И немедленно нашли решение, откуда же взять деньги на ремонт этих лифтов. Но не подумайте, плохого, конечно же, не из бюджета. Эти деньги будут брать жильцов многоквартирных домов. Депутаты Государственной Думы предлагают вдвое увеличить сбор на капремонт с тех жителей, которые, на мой взгляд, слишком роскошно живут в домах с лифтами. Согласитесь, но лифт это роскошь. За роскошь нужно платить. А вот любимец нашей республики, депутат Государственной Думы Виталик Милонов, на этой неделе высказал одну неожиданную, но несомненно мудрую мысль. Он заявил, что на деньги материнского капитала не следует приобретать автомобиль, а следует приобретать лошадь. Потому что лошадь, во-первых, она отечественная, во-вторых, она никогда не сломается, ну, по крайней мере, долго не сломается, и на ней довольно трудно попасть в аварию. Вот такую вот заботу проявил Виталик Милонов о жителях Российской Федерации. Ну что скажем мы Виталику Милонову? Скажем огромное спасибо за эту неожиданную и, на мой взгляд, мудрую мысль. Лошадь лучше, чем автомобиль, ну, по крайней мере, в концепции Виталия Милонову. Впрочем, одновременно с фонтаном мудрых мыслей у депутатов Государственной Думы на этой неделе случались и неприятности, и неуспехи в работе. Например, им не удалось согласовать и провести закон о праве россиян на беспрепятственный сбор валежника. Есть такой законопроект, он все болтается, значит, в недре Государственной Думы и никак не превратится в закон. Неустанно депутаты Государственной Думы стараются этот закон все-таки принять, но пока не получается. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что они не смогли сформулировать понятие валежник в этом законе, и закон не принялся. Ну, наверное, давненько не видали депутаты Госдумы валежника, не собирали его, может быть, им надо провести какое-нибудь практическое занятие по сбору валежника. Глядишь, и формулировочка появится. Ну, и немного смешного и не ужасного в качестве новостей. Я говорю о том, что город Кумертау в Башкортостане на этой неделе принял порядок взыскания с туристов туристического сбора. Ну, все по-серьезному, все по-взрослому, как в Париже, как в Риме, там тоже собирают с каждого туриста по одному евро в день, а может уже и больше. Так вот, в Кумертау будут собирать от 30 до 100 рублей за сутки пребывания туриста в этом замечательном городе, в зависимости от уровня комфорта, в котором проживает турист. Все сделано самым лучшим научным образом. Прямо скажем, по образцам мирового туризма. Тут даже не сомневайтесь. Собирать будут вместе с оплатой за гостиницу. Ну, жаль, конечно, немножко, совсем чуть-чуть жалко, что никаких туристов никогда не было, нет, и, вероятнее всего, в ближайшее время не появится в городе Кумертау. Но, впрочем, это все ерунда. А вот денежки, 1% от стоимости поселения и проживания в гостинице, это уже не ерунда, это уже денежки. На минувшей неделе телеграм-канал «Открытая политика» проводил двойной опрос по поводу введения платных парковок в городе Уфе, как я и обещал. Ну, лично для меня нет никаких сомнений в том, что платные парковки – это необходимая мера для разгрузки центра Уфы. Ну, сами посмотрите, иной раз в центре уже в три ряда паркуются машины, и улицы практически блокируются. И тем больше было, оказалось, мое удивление, что 68% опрошенных высказались против этих парковок. И только треть, 32% голосовавших, осознают, что другого выхода на самом деле для города сейчас нет. Вот на данный момент другого выхода нормализовать движение в центре не существует. Ну, что же, это явный сигнал для мэрии, в частности, что где-то что-то они недообъяснили, недорассказали и прочее, прочее. То есть у них еще есть время до весны, чтобы эту ошибку исправить. А еще мы выяснили, что 10% опрошенных волнует вопрос резидентской парковки. Ну, для тех, кто живет в центре, это действительно насущный вопрос. К сожалению, пока мэрия об этом ничего не говорит. А надо бы сказать, как поступать жителям центра, где практически все улицы квадратом будут, например, платными для парковки автомобиля. 36% опасаются нашествия чужих автомобилей в их дворы. Ну и правильно делают, действительно, это нашествие случится, как только парковка станет небесплатной у обочины. Но большинство, 54% опрошенных, тревожатся, в частности, за то, куда будут реально уходить те миллионы, которые будут собираться за парковку в центре Уфы. Ну что же, результаты опроса, прямо скажем, неоднозначные. Мы продолжим погружаться в эту проблему и продолжим общаться с нашими подписчиками и выяснять их отношение к проблемам парковки в Уфе и в больших городах Башкирии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...